Здравствуйте! С вами Крым Реалий и я, Катерина Некреча. Это программа о том, что на самом деле происходит в Крыму. Сегодня в выпуске. Боеспособный ли украинский флот? Флот сейчас в тупике. Защитит ли границы новая волчья стая? Сможет ли Украина сделать свою противокорабельную ракету? Исчезновение Тимура. Через 4 года появились новые факты. Тимур сам подкупал российских военных и таким образом собирал информацию. Как украинский посол поздравил своих коллег Крымом? Крым продолжает быть оккупированным Россией. Закрытое заседание. Признание под давлением обвинений в экстремизме. На полуострове продолжаются суды над так называемыми украинскими диверсантами, которых задержали еще в августе 2016 года. На днях подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес приговор украинцу Андрею Захтею, которого российские спецслужбы обвинили в намерении совершить теракты в Крыму. Власти Украины называют это дело провокацией российских спецслужб. Подробнее из Крыма Антон Наумлюк. Верховный суд Крыма вынес сегодня решение по одному из фигурантов так называемого дела крымских диверсантов. Андрей Захтей был осужден на 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 220 тысяч рублей. По версии обвинения Захтей планировал вместе с диверсионной группой, которая якобы прибыла с территории материковой Украины летом 2016, совершить на территории Крыма ряд диверсионных актов, подорвав Керченскую переправу и несколько других объектов. Захтей был задержан во время спецоперации в приграничном поселке Суворова, где погиб сотрудник ФСБ, а чуть позже погиб боец десантных сил Российской Федерации. Никто, кроме Захтея, задержан тогда не был. Еще один фигурант этого дела, Евгений Панов, сейчас находится в СИЗО. Ему судебный процесс только предстоит. Захтей заявил о пытках, которым он подвергся сразу после задержания. Подробное описание пыток он изложил в обращении в Генпрокуратуру Российской Федерации. Через некоторое время после задержания Захтей заключил сделку со следствием, признал вину. Одним из условий этой сделки было отсутствие оговора других фигурантов дела. Всю вину Захтей взял на себя. Я осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины, непосредственно то, что мне о перевозке диверсантов и ихнего груза по территории Крыма. Тем не менее, приговор, который вынес сегодня Верховный суд Крыма, стал для него неожиданностью. Адвокат Игорь Пивоваров, который представлял сегодня интересы Захтея в суде, уже заявил о том, что его подзащитный будет подавать апелляцию. Всего на территории Крыма сейчас арестовано более 10 человек по обвинению в подготовке диверсий. Большая часть этих дел является засекреченным. Судебные процессы проходят в закрытом режиме. Точно так же процесс проходил и по делу Андрея Захтея. Лишь оглашение приговора было открытым, туда пустили прессу. Захтей явно выражал свое неудовольствие приговором. Он ожидал гораздо более мягких сроков и тут же заявил о подаче апелляционной жалобы. Сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. У него есть 10 дней на подачу апелляции. После этого судебный процесс, по всей видимости, переместится в Верховный суд Российской Федерации. Антон Наумлюк, Крым. Их не часто вспоминают журналисты, потому что о них годами нет никаких новостей. Они пропавшие без вести в аннексированном Крыму. Информации крайне мало. Общественности известны только в 18 фамилий тех, кто имел активную проукраинскую позицию и внезапно перестал выходить на связь. Среди них Симферополец Тимур Шаймарданов. Об этом человеке говорят, что весной 2014 года он работал за все украинские спецслужбы в Крыму. Мы расскажем вам историю этого активиста, чья роль в сопротивлении оккупации мало кому известна. Этого мужчину с серьезным взглядом и украинской ленточкой можно увидеть лишь на редких кадрах начала оккупации Крыма. Тимур Шаймарданов пытался оставаться непубличным. И это одно из двух интервью, которые он дал за все время журналистам. Тогда возле штаба береговой обороны ВМС Украины он с другими крымскими активистами защищал военные части от россиян. Мы пришли их сюда морально сегодня поддержать. К сожалению, военкоматы наши заблокированы, что тоже говорит о том, что русские боятся, что мы пойдем мобилизовываться и записываться в ряды нашей армии, защищать свою территорию. Тогда Тимуру было 34, казанский татарин по отцу, россиянин по матери и украинец по духу. Семья Шаймардановых переехала в Херсонскую область из России, когда Тимуру было 9 лет. Но своей родиной он считал именно Украину, рассказывает его мать. Он прекрасно понимает, что наша родина – Украина, и никто не имеет права приходить сюда с оружием. Глубокое чувство патриотизма – это вот в первую очередь. И поскольку вот он любил, скажем, и Украину, и украинский язык, и не принимал насилия вот с этой стороны, настоящий патриот, и это воспитано в нем с детства. Родители Тимура до сих пор живут в Херсонской области, а он после окончания школы в конце 90-х поехал в Крым учиться в университете и остался там жить. В начале аннексии Крыма Тимур был предпринимателем, продавал разные товары, до этого работал в страховой и аудиторской фирмах, был активным деятелем в диаспоре казанских татар. С началом Евромайдана сразу оказался в рядах его сторонников. У штаба береговой обороны организовал круглосуточное дежурство. Помогали всем, чем могли, поддерживали боевой дух песнями. И покажем, что мы, братья Козацкого роду! Слава тебе! Градо! А это уникальное видео. Тимур после ночного дежурства убирает лестницу штаба береговой обороны. Здесь, возле штаба береговой обороны, в начале марта впервые столкнулся и с открытой агрессией так называемых крымских ополченцев. Тимур защищал женщин, которые вышли с плакатами на митинг. Крым, Россия! Насколько я понимаю, самооборону спровоцировали плакаты, призывающие остановить вторжение иностранных войск. Я видел, как женщины лежали на земле, как их довольно-таки грубо оттаскивали. Ну и у меня здесь была повязана жертвопакетная стричка, и ее очень вежливо сорвали. Тимур был прирожденным лидером и умел объединять людей, вспоминает участник тех событий, активист Павел Довбыш. Тогда вместе с единомышленниками они создали инициативу под названием «Украинский народный дом». Помогали патриотам в сложных ситуациях, давали юридические консультации, собирали деньги и продукты для военных. Позже оказывали помощь вынужденным переселенцам, не исключали возможности подпольного сопротивления. Разные моменты мы обсуждали. Даже о том, что может какие-то партизанские отряды создавать, если Украина все-таки будет оружием пытаться помешать оккупации. Весной 2014 года Тимур Шеймарданов несколько раз ездил в Киев, встречался с военными и политиками. Но, как он рассказывал родным и друзьям, так и не увидел от них желания активно защищать Крым. Поэтому крымские волонтеры сосредоточились на других задачах. А это уже перевальная в осаде российских человечков 36-я бригада береговой обороны. После того, как командир впустил в часть российских военных на улице, оказались 80 бойцов горнопехотного батальона 36-й бригады. Тимур искал для них ночлег, еду и деньги. Это он мне помог расселить тех 80 бойцов по Симферополю. В принципе, он туда и продуктами помог. Тогда же позаблокировали счета все на приватбанке. И у людей попросту неоткуда было взять деньги. В принципе, там и деньгами бойцам, насколько я знаю, помогал. Затем помогал вывозить украинских бойцов. Деньги на отвод войск, то есть на эвакуацию частей из Перевального, собирал Тимур, собирал Руслан Петрович Зуев, собирал я, собирали еще 3-4 человека. Министерство обороны, по сути, перевальненскую часть бросило. И то сказали буквально за пару дней до отвода, что не будет ни автобусов, ни транспорта. Вместе волонтеры Украинского народного дома помогли более чем 2000 военных. Вероятно, Тимур Шаймарданов исчез в 2014 году, потому что собирал в Крыму разведданные для Украины. Притом успешно. Об этом только сейчас узнали правозащитники из медийной инициативы за права человека. Источники этой информации не раскрываются ради безопасности и в надежде на то, что Тимура удастся найти живым. Прозвучала такая информация, что он за эти месяцы отработал за все украинские спецслужбы в Крыму. Тимур сам подкупал российских военных и таким образом собирал информацию. Сам же находил деньги на этот подкуп и передавал эту информацию на материк. И где-то за неделю до его исчезновения он попросил одного из разведчиков обеспечить ему такой канал надежной передачи информации в Киев. Этот большой массив информации, который был у Тимура, не успели передать. Тимур исчез. В следующем выпуске смотрите, кто похитил Шаймарданова. Слишком чисто сработано. Нужно было знать, кто в группе нашей. Где его могли удерживать? Джипы с номерами Рамзан Кадыров. Марк Шаймарданов получил награду за отца. Добрый, умный человек, который объективно смотрит на мир. После заявления Путина о готовности передать военную технику из Крыма в Украине взяли паузу. В украинских военно-морских силах ситуацию комментируют неохотно. Ни президент, ни генеральный штаб официальной позиции не высказали. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, на провокации России Киев не поддастся. Если вы посмотрите на ГААКскую конвенцию 1907 года, то там четко написано, что оружие передается после достижения мира. Если сейчас начнется процесс передачи оружия не в рамках исков, это повлияет на юридические результаты и на юридическое рассмотрение. И это, конечно, может ослабить или наши политические результаты, или юридическую позицию, или и то, и другое. И смысл этого предложения очень прост. Россия очень хочет, чтобы попытки аннексии Крыма кто-то признал. Еще в 2014 году после аннексии Крыма России Украине удалось забрать 35 своих кораблей. Из них боевые можно пересчитать на пальцах одной руки. Крымреалии решили разобраться, как выглядит украинский флот сейчас, боеспособен ли он, и защищены ли границы Украины на Черном море. В 2014 году за судьбой флагмана украинского флота Гетмана Сагайдачного наблюдала едва ли не вся Украина. Фрегат боролся с сомалийскими пиратами в Аденском заливе в рамках международной операции ЕС «Атланта» и как раз возвращался домой. В России сообщили, что экипаж перешел на их сторону и направляется в Севастополь. Чтобы доказать, что это ложь, моряки подняли в воздух вертолет и сделали вот такое красноречивое фото. Это решение приняли после звонков родных, рассказывали члены экипажа в 2014-м. Сначала это было воспринято как шутка, но когда люди начали звонить с нашей родины Украины, тогда мы поняли, что некоторые люди в это верят и были крайне возмущены. Сагайдачный фрегат, кроме арт-установок, оснащен зенитно-ракетным комплексом ОСА, реактивными бомбометами, морскими минами и глубинными бомбами. Это главная боевая единица флота. Впрочем, уже в этом году истекает срок его эксплуатации. Кораблю исполнится 26 лет. Но на пенсию флагман не отправят, модернизируют. На это выделят 91 миллион гривен. Это почти 3,5 миллиона долларов. Идет модернизация по отдельным боевым частям на нашем фрегате Гетман-Сагайдачный. Мы будем поднимать обороты по восстановлению обороноспособности государства и обеспечению наших интересов на море. С корветом «Винница» ситуация гораздо хуже. Ему уже более 40 лет. Как шутят военные, по человеческим меркам «Винница» отпраздновал свое 120-летие. Его задача – противодействовать подводным лодкам, охранять корабли на переходе морем и следить за государственной границей. Потребует, безусловно, ремонт корпуса, силовых установок. Но вооружение рабочее все. Навигация есть. Есть пути модернизации, которые увеличат потенциал этого корабля. Есть еще два судна, которые условно можно назвать боевыми. Средний десантный корабль «Юрий Олеференко» 70-го года, который скорее годится для учений, а также ракетный катер «Прилуки» – последний, несмотря на солидный возраст, единственный ракетный катер в составе ВМС. Впрочем, ракеты у Украины нет. Все остались в Крыму. Военные эксперты считают, что отслужившие корабли уже не смогут выполнить свою военную задачу. Флот сейчас в тупике. Он решает фактически, по большому счету, задачу глухой обороны на случай десанта. По нашим прогнозам, если не строить себе кораблей, то где-то до 20-25-го года наш флот просто физически исчезнет. Наш флот просто физически изникнет. Стратегия ВМС на ближайшие 10 лет – создание москитного флота, который еще называют «волчьей стаей». Это означает, что основной боевой силой будут малые катера, которые смогут мгновенно нападать на противника. Относительно дешевое и быстрое решение защиты на море, впрочем, достаточно ограничено в своих функциях. Он становится небоеспособным при волнении моря более 3-4 баллов. Фактически не способен действовать эффективно. Первый москитный флот пополнили малые бронированные катера типа «Гюрза-М». Два года назад таких построили 4. Их задача – патрулирование прибрежной зоны и борьба с малоразмерными судами. Александро Регули-22, он уже командир катера «Кременчук». Четыре года назад он был одним из курсантов, которые выполнили украинский гимн во время поднятия российского флага в Севастополе. На эти катера возлагаются функции. Это охрана пунктов базирования в море, также содействие пограничным силам, помощь при высадке десанта, то есть на поражение различных видов береговых целей. Основой будущего москитного флота должны стать ракетные катера «Лань». Первый построят уже в этом году. Такие катера будут эффективными, если Украине удастся для них разработать вооружение. Например, 8 миллиардов гривен стоит один корвет. За эти деньги можно сделать 5, 6, 8 «Ланей». Эти корабли выполнят гораздо больший объем задач, если учитывать на один или два корвета. Ключевым аспектом остается, сможет ли Украина сделать свою противокорабельную ракету. Такую ракету уже испытывают. В январе этого года секретарь СНБО на своей странице в Фейсбуке опубликовал кадры первых испытаний крылатой ракеты «Нептун». Ее дальность – 300 километров. На видео – наземный комплекс. Однако, такими ракетами можно вооружить и корабли. Перед нашими конструкторами и производителями поставлена задача разработать не только наземные комплексы крылатых ракет, но и комплексы ракет как воздушного, так и морского базирования. Крылатая ракета произведена исключительно на украинских предприятиях. Мощным оружием на море станут украинские корветы. В ноябре прошлого года Кабмин возобновил программу их строительства. На нее выделят 31 миллиард гривен – это чуть больше миллиарда долларов. Первый такой корвет Владимир Великий планируют спустить на воду в следующем году. Корпус его на 80% сделан. С дополнительным оборудованием, если суммарно брать, то около 30%. Есть соглашение с импортерами относительно подачи оборудования. Еще три корвета будут строить не менее 10 лет. Это при условии, что финансирование не сократят, и все пойдет по плану. Однако деньги выделили только на строительство самих кораблей. А вот об инфраструктуре для них в программе ни слова рассказывают эксперты. А что такое система базирования? Когда корабль пришел, выключает все, что у него есть, подключается к берегу и получает электроэнергию, воду и так далее. А когда нет такой системы, он стоит на рейде и генератор крутит. Ресурс вырабатывает. А когда ресурс вырабатывает, это что? Это надо ремонтировать. Ежегодно на вооружении всех родов войск выделяют около миллиарда долларов, говорят специалисты. Это учитывая и сухопутные войска, и авиацию. Поэтому планы ВМС называют амбициозными. Назар Сытник, Никита Исаико, Владимир Паутов. Крым. Реалии. Россия должна уйти из Донбасса, а судьбу Крыма надо решать на международном референдуме, украино-российском, заявила кандидат на пост президента России Ксения Собчак в Вашингтоне. По ее мнению, аннексия была незаконной, но Россия уже не может вернуть Крым Украине. «Что касается Крыма, мы действительно нарушили международное соглашение, когда забрали Крым и сделали его частью России. Но сейчас мы не можем решить эту ситуацию, просто отдав его обратно, потому что россияне, 2 миллиона россиян, живущих там, действительно поддерживают то, чтобы Крым был частью России. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь. Международный референдум, в котором примут участие все люди, которые живут в Украине, и все люди, которые живут в России. На референдуме должен быть выбор из трех вопросов. Должен ли Крым быть независимым, должен ли быть частью России или частью Украины? Поздравить ласточкиным гнездом мир и напомнить, что Крым – это Украина. Это идея украинских дипломатов Чехии. Кто нарисовал уникальную открытку с тонким дипломатическим намеком, смотрите в нашем сюжете. Ласточкино гнездо. Крым, Украина, 2018. С таким новогодним приветствием к своим коллегам и друзьям-дипломатам обратился посол Украины в Чехии Евгений Перебенис. Во-первых, ласточкино гнездо, традиционно так сложилось, это такая визитная карточка Крыма. Это объект, который все узнают. И поэтому нам хотелось не просто поздравить коллег, послов и членов правительства, депутатов чешского парламента какой-то такой банальной открыткой с Новым Годом и Рождеством Христовым, но и привлечь их внимание к тому, что Крым продолжает быть оккупированным Россией. Картину «Ласточкино гнездо» специально по заказу посла нарисовал известный в Чехии украинский художник Александр Онищенко. Ему пришелся по душе такой тонкий дипломатический намек. Первая идея была написать конкретно лозунгом «Крым – это Украина», а потом подумал, что как раз не напрягаясь, человек, если знает, что это твое, ему доказывать ничего не надо. И мы просто делали скромную подпись «Крым – Ласточкино-Украина». Последний раз Александр был в Крыму 20 лет назад, но до сих пор вспоминает о путешествии. Я когда-то был там свадебным путешествием, и мы с женой своей первой чудесной прогуляли все деньги, у нас даже на обратной дороге билет не было денег, и мы там одалживали у друзей, чтобы вернуться. И у меня вот воспоминания были, и мы там пили чай, мы в этом ластынской гнезде мороженое ели. Все картины Александра монументальные – 2 на 3 метра. А вот «Ласточкино гнездо» он нарисовал в виде открытки – всего 80 на 85 сантиметров. В галерее картина пробыла неделю. Примерно за 6 тысяч долларов ее купил американец. Особенность работы – использование авторской техники, так называемого черного полотна. Это одна из первых работ, когда эта идея пришла в голову. Вообще, это историческая такая. Это в 80-е годы. Тайна черного холста – это название этой техники, моей техники, но основа не тайна, в чем и с чего это сделано, а именно сам подход. В 90-е, после распада Советского Союза, Александр уехал из Чернигово за границу в поисках лучшей творческой жизни. Три года нелегальной работы в Чехии, первые проданные картины вот здесь, на Карловом мосту Праги. Он начал свое творчество на Карловом мосту. Так же, как и сейчас, десятки художников там пишут картины. Да, вот вы можете видеть Малостранскую башню Карлового моста здесь. До сих пор очень популярный мотив у Александра. Возможно, какие-то воспоминания у него закрадываются постоянно. Именно на Карловом мосту его работы увидела англичанка и пригласила на выставку в Лондон. Уже в 94-м он открыл в Праге собственную галерею. И это большое доверие и признание. Это нонсос для Чехской республики, что первая какая-то классическая галерея была в Праге открыта украинцам. Это так было сегодня приятно слышать. Люди здесь очень осторожные, они недоверчивые. И после 20 лет вас пытаются, как бы, вам сказать, что вас берут как своего. Здесь, в католическом костеле 18 века, работает и живет Александр один. Две взрослые дочери иногда приезжают к нему в гости. Много лет назад бывшие хозяева разрешили художнику поселиться здесь, если он отреставрирует здание. Вот так вот было. Представляешь, вот так вот девушке показать, мы здесь будем жить. Вот она точно так и сказала. Уже в конце нашей встречи за чаем Александр признается, его тянет домой. Поэтому он подумывает над возвращением в Украину. Не то, что я верю в Украину, это звучит немножко розово, но я знаю, что там будет круто. И тогда будут все. Я хочу быть там раньше. Но это так, это признак того, что это все, кажется, плохо, плохо. Да, плохо. Но плохо всегда перед чем-то большим и хорошим. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами были Крым Реалии и я, Катерина Некречи. До встречи уже через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова